В столице Верхней Волжье прошла региональная августовская педагогическая конференция на тему «Год педагога и наставника. Сохраняя прошлое, создаем будущее». Мероприятие, состоявшееся в бизнес-центре «Тверь», традиционно объединило лучших представителей системы начального, среднего и среднеспециального образования. Фойе бизнес-центра в этот день напоминало место проведения какого-то важного форума, при этом в сочетании с выставкой. Причем на стендах были не образцы достижений промышленности, как это нередко бывает, а учебники. Как современные, так и те, по которым дети постигали грамоту 100-150 лет назад. «Здесь есть довольно уникальные учебники, прижизненное издание азбуки Толстого, учебники наших преподавателей, еще на тот момент Новоторгской учительской семинарии». Ежегодно августовская конференция объединяет специалистов сферы образования Верхней Волжи, федеральных экспертов, которые обсуждают актуальные вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Среди участников представители самых разных поколений педагогов. Например, совсем еще молодая Александра Мамоткова. Несмотря на свой стаж всего в 4 года, она уже стала победительницей регионального этапа конкурса «Учитель года» и представит Верхней Волжи на всероссийском уровне этой осенью, что для нее имеет огромное значение. «Конечно, это самореализация однозначно. Кроме того, я как молодой педагог могу сказать, что для меня это большая уверенность в себе и в своих силах. Кроме того, конечно, это возможность общения, знакомства». Конечно же, форум собрал и немало педагогов со стажем, и даже представителей семейных династий. Среди них и Чита Балакиревых, у которых желание преподавать на генном уровне. В итоге и муж, и жена возглавляют сразу два образовательных учреждения в родном поселке. «У нас династия уже третьем поколении, получается, бабушка, родители. Потом мы... Как-то получилось...» «Вместе учились в школе. Пример родителей, бабушки, наверное, показал какое-то влияние». В конференции приняли участие и представители среди специальных учебных учреждений. Среди них и Евгений Орефьев, который уверен, что если интересно и профессионально преподавать материал, то в колледже отбоя не будет от желающих выучиться на слесаря или тракториста. «Наш колледж, вы знаете, да, то есть уже не первый год занимает лучший колледж России. Ребята, естественно, как сарафанное радио работает, общаются, и они говорят, что да, здесь достойно и не надо никуда ехать». Евгений Орефьев вместе со многими другими своими коллегами был в этот день удостоен награды губернатора Игоря Рудени. Вместе с ним участие в конференции приняли сенатор Людмила Скаковская, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В режиме видеосвязи к участникам обратился федеральный министр просвещения Сергей Кравцов. Выступая перед собравшимся, губернатор напомнил, что нынешняя августовская конференция имеет особое значение, поскольку этот год в России объявлен годом педагога и наставника. Год педагога и наставника в России подчеркивает высокое значение вашего труда для технологического, экономического, а главное, духовного суверенитета нашей страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул, историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма. Также выступая, губернатор еще раз отметил приоритеты развития данной сферы в Тверской области. Это прежде всего дальнейшее наращивание объемов работы по строительству, ремонту, модернизации и укреплению материально-технической базы. С 2019 года в регионе построено 13 детских садов на 1720 мест. Сейчас в Твери, поселке Максатиха и Конаковском округе возводится 5 новых школ. 1 сентября в общеобразовательной организации придут учиться свыше 142 тысяч детей. На 8 тысяч больше, чем в 17-м. Также принято решение со следующего года реализовать новую областную программу. Отремонтировать здания и плацы сельских школ Верхневолжья.